Михаил Хазин, Владимир Хадукин, «Роза и Карл. Кто прав?» Из обсуждения экономической теории с читателями Уважаемый Михаил Леонидович, Вы писали, что Ваша работа в экономической области является продолжением линии «Роза Люксембург». Я с Вашей подачи начал читать её в накоплении капитала. Сам капитал я читал только в студенчестве и невнимательно, но, полагаю, «Роза Люксембург» добросовестно излагает рассуждения Маркса. Из этого изложения я понял, что Маркс с символом «С» обозначает не полный капитал, а лишь амортизируемую за год его часть, то есть накопленная трудами прошлых лет масса капитала в рассмотрении не принимается. Вот цитаты из накопления на сей счёт. Цитирую. В одном только случае Марксова схема простого воспроизводства могла бы нам показаться неудовлетворительной и неполной с точки зрения основного капитала. Это случилось бы тогда, если бы мы перенеслись в тот период производства, когда весь основной капитал был только что создан. Конец цитаты. Дальше показывается, как хорошо работает упрощённая Марксова схема для случая простого воспроизводства. Но далее Люксембург сначала показывает несостоятельность всех попыток Маркса описать процесс расширенного воспроизводства, а затем также беспомощно, по-моему, пытается описать расширенное воспроизводство сама. А источник всех трудностей, как мне кажется, именно в том, что они забыли, что схема принята для случая именно простого воспроизводства, а для расширенного воспроизводства именно происходит перенос в период создания капитала, пусть и частичного. Я не могу читать Розу Люксембург дальше, поскольку эта их слепота сбивает меня с толку. В этой связи у меня два вопроса. Обращали ли вы внимание на этот момент в работах вышеупомянутых авторов, и описывается ли процесс расширенного воспроизводства в вашей теории кризиса? Ответ Михаила Хазина. Обсуждать сегодня работы Люксембург, а тем более Маркса, достаточно сложно, если вообще возможно. Во-первых, насколько мне известно, не существует хорошего перевода Маркса. То есть такого, который бы отражал его собственные мысли, а не интерпретацию довольно поздних комментаторов. С Розой все получше, но проблемы все равно остаются. Во-вторых, принципиально изменилась экономика. ФРС США создана в 1913 году. Маркс умер задолго до этого, 1881 год. Люксембург убили в 1918. То есть современную экономику, в которой ключевым элементом роста, то есть расширения, является стимулирование спроса, они не застали и, соответственно, комментировать не могли. В-третьих, в их время не было интеллектуальной собственности, всякого Гудвилла и прочего безобразия, которое сегодня составляет большую часть экономики. Ну как можно с позиции Маркса анализировать механизмы повышения капитализации крупной компании? А ведь именно кредитование под капитализацию составляет сегодня важнейшую часть поддержания мировой экономики. Про рейтинговое агентство и систему национальной сертификации и говорить нечего. По этой причине бессмысленно с точки зрения сегодняшних реалий обсуждать рассуждения Маркса, которые, в общем-то, были предназначены для того, чтобы объяснить некоторые не очень сложные факты с точки зрения макроэкономического подхода. Вообще, в те времена макроэкономический подход для широких лиц был нонсенсом. Все сидели в экономике конкретного бизнеса, то есть микроэкономики. Кстати, что смешно, Ленин в своем споре с Люксембург как раз был неправ, поскольку для него, мыслящего в рамках экономики России, не было ограничений рынков. Куда хочешь, туда и расти. В России в это время еще не произошел аграрно-индустриальный переход, и по этой причине рассуждения Люксембург для Ленина были достаточно пустой абстракцией. Он в экономике до Маркса не дорос. То есть фактически наезжал на марксистскую розу с позиции экономиксизма. А Люксембург уже видела, что капитализм в Западной Европе столкнулся с ограничениями рынков. И пыталась эту тему активно развивать. Ленин, кстати, торопил события, поскольку рассматривал Россию как часть германской технологической зоны, и считал, что поскольку рынки едины, то расти еще есть куда. А Роза, судя по всему, видела феномен конкуренции технологических зон. В ответах Сталина на вопросы какого-то журналиста уже после войны, я прочитал, что он тогда считал, что конфликт между капиталистами разных стран будут продолжаться. Если исходить из нашей теории, то с учетом того, что после 1945 года сложилась единая американская технологическая зона, таких конфликтов до разрешения аналогичной советской зоны быть не могло. И вот тут я пока не понял, в чем была позиция Сталина. Может быть, он имел в виду усиление экономического кризиса? В частности, если бы в начале 70-х СССР надавил бы на Запад, как бы развивались события? Одно можно сказать точно. Роза Люксембург очень сильно обогнала в своем понимании и марксистскую мысль того времени, и тем более экономиксистскую. Но ее недопоняли, а потом замолчали, так что восстановить ее подход удалось только в 90-е годы. Но суть этого подхода в том, что она рассматривала процесс расширенного воспроизводства с точки зрения не микро, а макроэкономики. И ее интересовало, кому продукцию этого расширенного производства можно будет продать, то есть замкнуть финансовые потоки. Отметим, кстати, что все инструменты капитализации, интеллектуальная собственность и так далее, используются для очень простой вещи – связывания эмиссионных денег, которые идут на стимулирование спроса. Можно привести такую простую аналогию – течет с горы ручей. Если в его истоке бросить щепочку, то она, скажем, за три дня выплывет на равнину. Но если постепенно ставить на ручье плотины, то воды в ручье станет больше, но щепочка до равнины тоже будет плыть дольше. И в конце концов, когда уровень испарения сообразовавшихся прудов станет выше, чем объем стоку изначального ручья, до равнины вообще ничего не доберется. Но вода в прудах какое-то время еще будет. Вот капитализация – это объем прудов, а скорость стока – это темпы роста экономики. Нынешний вариант эмиссионного развития – это накачивание капитализации при остановке роста. К росту можно вернуться, но тогда нужно спустить воду из прудов. Опять-таки, ничего особо страшного, но нужно понимать, что вся вода там – это частная собственность, так что шуму будет не просто много, а очень много. Другое дело, что избежать этого невозможно. Кстати, фокус еще и в том, что политические претензии к России связаны с тем, что она пытается самостоятельно регулировать сток того притока основного ручья, который контролирует. Но в результате в этот самый основной ручей попадает меньше воды, чем хотелось бы тем, кто сегодня контролирует ситуацию, то есть большую часть уже стоячей воды. И соответственно, потому на водопропускные сооружения, то есть наши денежные власти, Минфины и ЦБ, они стараются поставить своих людей. Но фокус в том, что в Вашингтоне пришли люди, которые как раз хотят построенные пруды спустить с целью восстановить проток воды, то есть экономический рост. И в этом смысле у них скорее проблема, куда девать избыток воды, чем принять себе лишние объемы. Вот если смотреть на ситуацию с точки зрения этой аналогии, то многое в нашей политической жизни становится понятнее. Читал Павел Иванов специально для информационной сети Аврора.